Значит, армия мертвецов, масс-эффект, Days Gone. Всё верно. Садись, Вовочка, пять. Садись, Вовочка, пять лет. Остра. Социально. Здравствуйте, наши дорогие, любимые зрители и слушатели. Привет. Спишь? Надеемся, вы не спите, потому что если вы спите, то как вы будете нас слушать? Мне нравится, что я произношу постоянно всякую хуэтуни в попад, а Костян как-то пытается извернуться, чтобы вставить это в нарратив зачем-то. Не знаю, это... Я думаю, через пару лет у меня уже будут какие-нибудь обсессивно-компульсивные расстройства из-за этого. Может, синдром Туретта подхвачивает тебя. У кота. У кота у своего-то подхвачиваешь его. Конечно же, да. Я надеялся, что я сейчас займу его едой, поэтому навалил ему пожрать, но, блядь, так просто его не отвлечь. Я теперь не оделась от мысли, что твой кот на своём кошачьем орёт реально всякое. Жаполис! Говноед! Не, может, он орёт, типа, заткнись, хватит всякую хуйню нести. С кем ты вообще, дебил, разговариваешь? Он смотрит в какую-то коробку светящуюся, говорит с кем-то. Не хозяина, дебил, пожрать дай. К слову, а пожрать. Что у нас сегодня на покушать? К слову, да, а пожрать. Что у нас? Сегодня полная тарелка зомби, потому что мы посмотрели новый художественный блокбастер моего любимого режиссёра Зака Снайдера под названием «Army of the Dead». Не только твоего любимого режиссёра, ещё и сценариста, и продюсера, и оператора. Что самое важное в данном случае, Зак Снайдер был оператором своего нового прекрасного фильма. Кроме того, мы перетерпели Days Gone и поиграли в Mass Effect. Вернее, как, я перетерпевал 500 часов в Days Gone, пока Денис наслаждался Mass Effect, и он ещё чуть-чуть поиграл в Days Gone. Очень тяжёлым грузом лёг на меня Days Gone. Блядь, это не представляешь, каким тяжёлым грузом на меня. Лёг Days Gone, когда, сука, вот он, Mass Effect родной, прекрасный, ждёт меня рядышком, а я там этого Дика гоняю по Орегону. Как говорила бабка, мне очень понравилось. Don't get soft on me, Dick. Да, это прикольно. С отландским говорком. Как, вот в какой момент они решили, что имя Дик будет классным для главного персонажа? Причём это даже не Ричард, это какой-то Дикон. Дикон, да. Что-то, блядь, вообще, в принципе, за имя такое. И вот когда они писали всякие строчки диалогов типа «Эй, дик-дик-дик-дик-дик-дик, come on!» Они, блядь, ну, что, никак не отзывались. Сударист драчил второго судариста. Да. Я прям представляю «Дик-дик-дик-дик-дик-дик», и в этот момент пальчиком кто-то, писюнечек второго, такой «Дик-дик-дик-дик-дик-дик». Кот, блядь, заткнись. Перед тем, как мы начнём, спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Патреон и на Бусти. Вы большие молодцы, мы вас любим, уважаем, ценим ваши деньги. Напоминаем, что у нас предусмотрен ряд приятных бонусов для людей, которые хотят и имеют возможность поддержать нас на Бусти и Патреоне. Это и ранний доступ к подкасту на два дня раньше всего мира, и отсутствие рекламы в подкастах, и доступ в наш элитный дискорд, и парочка трансляций закрытых, и тоже всё очень эксклюзивное. Но, конечно же, самый главный подкаст, он для всех доступен абсолютно бесплатно, просто вот можно при желании получить ряд бонусов. Ладно, что-то я запизделся, уже пять минут прошло, в принципе, можно выпуск заканчивать, а мы ещё даже не начали. С чего мы сегодня начнём, мой дорогой, уважаемый коллега Денис? Я не знаю, всё такое вкусное. Наверное, чтобы сохранить амплитуду позитива, наверное, надо начать с «Армии мертвецов», потом масса... Блин, вот слушай, вот ты, так сказать, как будто говно с моего языка снял и себе переложил. Я слезал его с экрана, когда там был включен Netflix, это говно. Короче, да, Зак Снайдер и Netflix выпустили первый проект в большой зомби-вселенной под названием «Армия мертвецов». Это вселенная? Уже, да, анонсировали всё, это мультивселенная с Суперменами и Бэтменами. Джон Фавроп, они сейчас смотрят такой на Netflix и думают, ёп вашу мать, кто вас учил так вселенную создавать? Там уже анонсировали приквел про взломщика сейфов и какой-то, блядь, ну и по доброй традиции ещё какое-то аниме. А, ну, аниме это хорошо, да. Аниме, да, мы уважаем, большие фанаты аниме, да. Лучший формат мультипликации во вселенной. Вот, значит, старина Зак Снайдер вернулся к своему прекрасному прошлому, когда он снял «28 мертвецов». Когда он был пятилетним мальчиком? Когда он был, да, пятилетним мальчиком, и где-то его потрогали зомби. Блядь, что? Нет, нет. Ты можешь просто игнорировать меня. Зачем ты постоянно пытаешься выкрутиться? Я же себя-то, думаю, тоже вырежу, если никакой реакции не последовало. Ты можешь просто игнорить меня полтора часа. Блядь, я стараюсь. Блядь, плохо было. Просто чудовищно. Вот, значит, Зак Снайдер, после того, как его обидели в компании Warner Brothers, пришел в Netflix и попросил там его не обижать. Ему дали определенное количество миллионов долларов. Сказали, Зак, вот тебе эти миллионы, ты там 10 лет вынашивал сценарий своего зомби-фильма, сними нам, пожалуйста, его для потокового сервиса, чтобы было, пожалуй, и ста не хуже, чем Powers, чем Old Guard и все вот эти вот известные нашумевшие хиты. Что, в принципе, не так сложно. Снять фильм, который не хуже, чем этот Power и этот Guard, не так уж сложно. Да, Зак Снайдер сказал, да я и лучше тоже не сниму, поэтому Netflix и Снайдер ударили по рукам, мы приступили к работе. Я не знаю, в принципе, что, ну, что не так с Заком Снайдером, почему он просто не может, блядь, снять кино, типа, ну как все. Хуле выебывается. Да, то есть, ладно, у него там какой-то вижен есть, ну, хорошо, здорово, уважаю. Че, блядь, просто, ну, нормальный фильм не сделан, ну, типа, блядь. Касталь сейчас сидит в спортивках одиннадцатом, как и плюется на картах такой у подъезда. Ну, че, блядь, нормальное кино, сука, снять не п, блядь, что ли? Ну, да, не, ну, в смысле, ладно, хорошо, мы схавали это дерьмо про IMAX-формат в Лиге Справедливости. Хорошо, пускай, но, блядь, Зак Снайдер 15 лет на ebay скупал винтажные линзы, Canon что-то там, для того, чтобы присобачить их к цифровым камерам RED, и чтобы получился вот этот его какой-то эффект, я не знаю, что-то винтажного говна какого-то, из-за чего весь фильм, весь сраный фильм, он выглядит так, как будто у вас сразу и близорукость, и дальнозоркость. У меня вообще было ощущение, что он на постпродакшене заблюрин просто, ну, то есть ты маской обводишь персонажей и блюришь задники. Зачем там какие-то линзы? Да, то есть, я не знаю, там фокусное расстояние сколько, 3 миллиметра, ну, потому что, блядь, там четко видно лица только на крупных планах, примерно половину лица, вот типа слева камера на батисту наезжает, и вот левая половина лица, в принципе, довольно четкая у него, а все остальное нахуй размыто. Ты смотришь на вот это говорящее мыльное пятно и думаешь, а почему этого говорящего мыльного пятна нос Дэйва Батисты четкий? Потому что, сука, фокус на нем только. Это какой-то абсолютно непонятный артистик-чойс, причем вот Зак Снедер, уникальный режиссер и оператор, он сумел соединить винтаж и современные технологии, старые линзы и новые цифровые камеры, и везде объебался. То есть, сначала он снял вот это вот мыло, и при этом он снял еще, блядь, на какие-то косячные камеры, из-за которых на экране периодически появляются битые... Как я обосрался, когда в первый раз увидел эти битые пиксели. Я сначала подумал, ёб твою мать, я вот только-только телек купил, ну что, ну почему там уже что-то выгорело? А потом пиксели начали двигаться, да? А потом, да, эти пипсели-попсели начали двигаться, я полез гуглить и увидел, что да, это просто херовая камера, и на постпродакшне, я не знаю, никто не увидел, или увидели, но решили, что ааа, похуй! Один из 25 тысяч фильмов Нетфликса, это кто обратит внимание вообще? Возможно, это, собственно, отсылка, возможно, это фича, это, ну, репрезентация того, как плодятся зомби, у тебя плодятся битые пиксели по экрану во время просмотра. Это репрезентация того, как Зак Снайдер снимает свое кино, насколько качественно и хорошо. Ну, на самом деле, да, я хотел бы задать риторический вопрос Заку Снайдеру, зачем он сам взял на себя роль оператора, потому что этот фильм, он вообще не выглядит как фильм Зака Снайдера, вот чисто по визуалу, у Зака Снайдера всегда стильно, выверенно, ну, мрачно это уже другое, отставим это в сторону, стильно и выверенно, этот фильм снят не стильно и не выверенно, он какой-то как будто, ну, как будто это первый полнометражный фильм этого оператора, так-то оно по большому счету и есть, просто зачем, куда ты делал своих хороших операторов, раньше картинка была лучше. Возможно, это опять просто желание как-то по-особенному показать зомби, не так, как раньше, но, мое скромное мнение, раньше было лучше. Ну да, и весь фильм, он выглядит очень камерно, потому что там постоянно вот эти вот, я как бы, естественно, я не оператор, я не знаю, как точно обозначить проблему, но как будто сверхузкий FOV, вот угол обзора слишком маленький, ничего не попадает в кадр, если камера начинает шататься, то сразу кадр улетает непонятно куда, ничего невозможно разглядеть из-за этого блюра, приходится постоянно напрягать глаза и думать, бля, неужели у меня какие-то со зрением проблемы начались, но нет, это все Зак Снайдер. В общем, в чем фильм заключается, в чем его суть, ехали по Неваде американские военные, естественно, с грузом очень опасным и важным, проебланили момент, вырвался на свободу то ли инопланетянин, то ли жертвой экспериментов, ну, скорее, жертвой экспериментов, потому что это частично подтвердил Зак Снайдер в одном из интервью. Как долго ты произносишь слово «зомби»? Почему у тебя заделают столько слов? Я тебе объясню, потому что я начал издалека про НЛО, и потом подумал, бля, какое НЛО, Зак Снайдер же сказал, что это жертва эксперимента, и это человек, и это он стал зомби, и вот он побежал в Лас-Вегас, начал всех кусать, и, в общем, в Лас-Вегасе стартовал зомби-апокалипсис, Лас-Вегас оградили контейнерами с ближайшего сухогруза, и все. Потому что в Неваде, как известно, много сухогрузов ходит. Да, ну сухогрузы, они же по пустыне. Ну да, конечно, они же не мокрогрузы. Бля, мне кажется, такие вот два дебилы, как мы с тобой и писали сценарий этого фильма. Бля, ну сухо же, ёпт, ну что я? Ты плюнул, чтобы смазать или что? Чтобы дико вписать сценарий персонажа по имени Дик. В общем, пока там в Лас-Вегасе все становилось плохо, и зомби пожрали людей, Дэйв Батиста, который невидимый супергерой из мультивселенной Марвел, и несколько его друзей-ноунеймов, всех там спасали, всем помогали, вырвались из Лас-Вегаса, стали героями, и осели своей скучной жизнью жить до поры до времени. Прошло несколько лет, Скорпион из Мортал Комбата пришел к Дэйву Батисте и говорит, там, короче, в Лас-Вегасе есть казино, в казино 200 миллионов долларов, сходите, пожалуйста, туда и принесите мне эти 200 миллионов, из них можете забрать 50 себе. Дэйв Батиста такой, типа, ну ладно, 50, что, мне норм, больше просить не стану, согласился, собрал команду долбоебов, и они туда отправились. Причем команда абсолютно шикарная. Ладно, там вот эти вот бывшие вояки, там какие-то военные пилоты, но среди прочего, в опасную зону зомби... Тиктокер, блядь. Да, взяли, сука, блогера. Просто какой-то, давай собирать команду, кто нам нужен, нам нужны самые крутые специалисты. Открывают Тикток и начинают искать, кого бы, сука, взять в опасную зону с зомбями. Причем блогера и какую-то его подружку еще непонятную. Но при этом подружка, которая сначала вообще непонятно, кто такая, у нее самая эпичная экшн-сцена в фильме. Одна из двух вообще, экшн-сцен-фильм. Да, из двух. И там еще, когда, когда он их отправлял на задание, там он рассказывает брифинг, ты помнишь, это ты в оригинале смотрел уже наверняка, да? Конечно, да. Когда Скорпион такой говорит, вот и все, изи-пизи-джапан-изи. И начинается такой эфимозный каламбур. И начинается вот примерно то, когда вот то, что у нас, когда Денис дропает какое-то рандомное слово, я пытаюсь, блядь, из этого выкрутиться. Просто, походу, они импровизировали на площадке. Я не знаю, как это могло родиться. В общем, они отправляются в этот Лас-Фегас. И вообще, фильм, на самом деле, мне норм. Вот если вычесть этот блюр ебучий, мне нормально, я посмотрел. Внезапно, да. Это точно лучше, чем Лига справедливости, чем Бэтмен против Супермена. Смотрится чуть пободрее, повеселее. Естественно, фильм просто безгранично тупой. И вот он, к сожалению, чаще всего проваливается за ту грань, где из приемлемой тупости произведение превращается в неприемлемую тупую хуйню. Во-первых, он очень странно смонтирован. Их путь пролегает, значит, от секретного, конечно же, прохода на территорию Лас-Фегаса к ближайшему казино. И чтобы туда попасть, им, в общем, надо преодолеть какие-то очень страшные и невероятные сложности. Пройти там через одно здание, сквозь третье, тыры-пыры, туда-сюда. Они все это делают, туда попадают. И в какой-то момент двое членов их экспедиции, они возвращаются к точке входа. У них на это уходит, типа, минут десять. На них никто не нападает. Они просто, ну, туда возвращаются за десять минут, делают свое дело и отправляются обратно. Ну, это, знаешь, это как первый сезон и последний сезон Игры Престолов. Когда вначале они месяцами путешествовали, там, с севера на юг, а потом они внезапно просто телепортироваться начали. Ну, типа того. И, ну, в «Мертвецах» вот этих новых Зака Снайдера, оно все примерно что-то в двух шагах расположено друг от друга. Все здания, все входы и вообще абсолютно все. И там почти нет, как бы, зомби. Там нет вот этих орд, которые показывают в самом начале, которые эффектно бомбят самолетов. Там есть несколько достаточно небольших групп зомби, которых Батиста и его новые друзья успешно уничтожают. И, в общем-то, на этом все. Большие проблемы у них начинаются только в те моменты, когда они начинают тупить и делать какую-то всякую срань. Конечно же, в сюжете есть дочка персонажа Батисты, которая там на своей миссии вообще в Лас-Вегасе. Естественно, она причиняет всем трудности и неудобства. В какой-то момент уебывает в самое логово зомби. Ну, и там, вы знаете, как это обычно все заканчивается. Еще до того, как я фильм посмотрел, все в Твиттере писали, что фильм говно, и самая лучшая часть этого фильма, как это у Снайдера обычно и бывает, это стартовые титры. Я не... Вот, во-первых, они сняты не очень по меркам Снайдера того же, и, во-вторых, я просто хотел блевануть, когда я их смотрел, потому что туда вставили настолько отвратительный шрифт, настолько отвратительного оттенка розового, что мне это дичайшим образом выедало глаза. Мне физически было больно на это смотреть. То есть вот, когда я начал смотреть этот фильм, еще, наверное, сколько недели, когда он только вышел, там, через пару дней, я посмотрел вот эту стартовую заставочку с титрами, с ужасными, мерзотнейшими, и я после этого перестал смотреть, и я подумал, что я, наверное, даже к подкасту не осилю. Ну, а потом уже, перед подкастом, вчера я продолжил смотреть, и первый час фильма, фильм идет два часа, первый час фильма очень скучно. Вот эта вся вербовка персонажей, там, экспозиция этих унылых героев, большая часть из которых, ну, ладно, некоторая часть из которых больше бесит, чем развлекает. Тот же этот медвежатник, который удивляется какой-то простейшей поеботе, ему дают пистолет, он такой, ммм, какой чудесный устроек, пошел ты нахуй, тебе сколько лет, ты что, про пистолет ни разу не слышал, что ли? Абсолютно фимозный герой, но иногда отыгран прикольно, но по большей части чувак явно переигрывает, и сценарист тоже переигрывал, когда его писал, и вот эти вот все замесы между персонажами в лагере у Лас-Вегаса, это все максимально неинтересно, я уж думал, быстрее бы фильм кончился, но началась вторая половина, и там начался экшон, вот экшон, тут прям Снайдер смаковал, это какие-то мегалитры крови, это неплохая хореография, порой это нормальные операторские решения, и все это выглядит шикарно, вот это, знаете, я небольшой фанат слэшеров подростковых, где там все-всех убивают с такими же литрами крови, но здесь мне очень понравилось, потому что вот он, когда Тигра загрызал человека, Зак Снайдер прям смаковал, я думаю, он реально, он одной рукой держал камеру, второй он держал свой член, вот настолько длинная сцена, как зомба-тигра откусывает голову бедному человеку, такого я не видел еще, оно наверняка где-то было, но я не видел, это прям очень круто сделано. Ну, в целом, да, еще бы было, конечно, намного лучше, если бы все это снималось на нормальную, блять, современную камеру, без вот этих выебонов с винтажной линзой Кэнона, но в целом прикольно, еще есть забавные пасхалки, я не знаю, что это, это пасхалки, это клиффхенгеры, что это за приколы такие, но, короче, по ходу фильма, в лучших традициях сериала остаться в живых появляются такие небольшие майндфаки. Первое, это, ну, почти все это там в целом заметно невооруженным взглядом, поэтому наверняка многие, как и я, потом гуглили, что за хуйня. Первое, это появление НЛО в самом начале, когда только везут этого альфу, альфу-зомби. Второе, это киберзомби, терминаты, зомби-терминаторы какие-то. Третье, возможно, вероятность того, что они находятся, главные герои, во временной петле и уже не первый раз пытаются ограбить казино. Это проговаривается прямым текстом, я вообще не понял этого прикола, по-моему, это просто в качестве шутки было проговорено, потому что кто бы стал такую вещь прямым текстом, это какая-то пост-мета-ирония вообще была в этом случае. Ну, понимаешь, там есть, на самом деле, еще и дальше зацепки, они бросились в глаза, я потом погуглил, и не только мне, например, когда дочка его поднимается, помнишь, по лестнице, куда-то, блядь, просто вообще не с хуя, и потом, когда она спускается с лестницы, Батиста говорит, все, мы в безопасности, показывают, как она находит какой-то скелет наверху, и, ну, не я один подумал, что это ее скелет вот этой дочке, плюс, ну, типа, в самом финале, ну, бля, как бы так, без лишних спойлеров. Я тебе умоляю, ребята, осторожно, три минуты назад начались спойлеры. Ну, а, ну да, в принципе, да, блядь, я же, и правда, я же уже начал. И дальше тоже будут. Ну, короче, не мне одному показалось, что в самом финале негр вылезает в какой-то другой мультивселенной и с какой-то другой попытки, где его куснули, потому что в время столкновения его вроде бы никто не кусал, по крайней мере, Альфа его точно там не тяпнул, а когда вот они вскрывали этот сейф, ебучий, напряжный немец сказал, что это там либо перерождение, либо дверь в новую жизнь, вот этот сейф, и потом туда этого негра затолкали, плюс там в этом сейфе, это я уже не заметил, это я потом прочитал, стояли три винтовки тиктокера, которые там каким-то образом оказались, что свидетельствует о том, что, возможно, да, действительно, это они уже в четвертый раз там идут, и ну, все тоже считают, что вступительная часть, где они обсуждают план с Такимурой, это на самом деле просто одна из их прошлых попыток взять банк. В общем, подытоживая все, что сейчас наговорил Костян, Зак Снайдер, ты заебал выебываться? Снимай, блядь, как все, ты че ебаешь? Зрители оценили твои вот эти вот пасхалки, да, шесть баллов на кинопоиске, что не так уж и много, скажем, будем честны. Но, кстати, что меня впечатлило, роль пилота-вертолета в этом фильме играл какой-то стендап-комик, я, кстати, даже видел один его спешл, ничего, так шутит нормально, не помню, как его зовут, но кого-то он там в очередной раз потрахал, кто-то об этом написал в Твиттер, а нынче трахаться опасно, потому что вас могут снять с роли. И его сняли с роли, и его заменили какой-то женщиной, я не помню, как ее зовут, но пересъемок не было, потому что большинство актеров уже было занято на других проектах, поэтому ее всю снимали на зеленке, и потом втречивали в готовый, в отснятый материал. Если это не какая-то выдуманная история, то это настолько охуенно сделано, что я бы даже не заметил сроду, ну я и не заметил, я знал, что это в фильме есть, я всматривался, но я не находил подвоха. Во многих сценах она присутствует со всеми персонажами, ведет с ними диалог, они с ней ведут диалог, и это выглядит так, как будто она в этом фильме изначально и снималась. Вот так у нас могут в 2021 году консельнуть, вырезать из фильма, никто даже, блядь, не заметит, что вы там когда-то были. Если бы пресс-релиз не выпускали, никто бы и не узнал никогда, что там был какой-то другой мужик. Ну, в целом, да. Вот, фильм длится два часа, в целом, мне кажется, можно было вообще изи его сократить в первой половине, когда они там пытаются собрать свою команду зуби-мстителей, и было бы только лучше. И, может быть, на монтаже не пострадали бы как раз вот эти вот моменты, из-за которых кажется, что в Вегасе все расположено в двух метрах друг от друга. Но вот я знаю, что я как этот фильм для себя характеризовал. Я его не воспринимаю как фильм Зака Снайдера, потому что он не похож ни на один фильм Зака Снайдера, и как бы это фильм Нетфликс, и вот как боевик Нетфликс, это нормальный боевик Нетфликс. То есть большая часть боевиков Нетфликс это говно ебаное. Вот этот, ну нормальный. Вот Тайлер Рейк Операция по спасению был хороший прям. То есть вот тот хороший, этот нормальный, а остальное у Нетфликса говно. Так что в целом, ну, ну норм. Не, нормальный. Вот, кстати, совершенно удивительным образом не могу не отметить Дэйва Батисту, который прям, ну, он играет в этом фильме. Ну, он там не так уж много играет, он просто... Он не так, но все равно. Ну, то есть ты можешь взять какого-нибудь Джона Сина вообще в абсолютно любом фильме. Не знаю, видел ли ты вообще хоть где-то его. Нет. или даже того же... Ну, кто у нас из всех этих рестлеров? Джон Сина, Скала, и никто из них не играет, в принципе, даже не пытается, не старается. В то время как Дэйв Батиста, он старается, и у него порой даже получается. И единственное, что забавно, он, короче, ну, давал интервью, он же отказался от роли в фильме Джеймса Ганна про этих, блядь, самоубийц. В отряде самоубийц отказался от роли именно потому, что хотел поработать с Заком Снайдером, и в интервью он сказал, я, типа, хочу поработать с Заком Снайдером, чтобы перенять все его крутые режиссерские фишечки, и потом стать тоже крутым режиссером. Мне интересно, какие, блядь, фишечки он у него подрезал. Он у него подрезал все линзы. Может быть, эти линзы были у него в очках как раз в фильме. Нет, Дэйв Батиста приятный чувак, он может выдавать нужную эмоцию, когда это надо по сюжету, но там нету такого, что прям... Я просто сейчас смотрел до подкаста 21, ты помнишь фильм 21? Конечно. Я, конечно, сейчас опять же сравню небо и землю, но вот ты смотришь на Кевида Спейс, и вот этот, сука, человек играет. Вот это прям игра. Даже в этом фильме, где у него второстепенная роль, не брать там уже всякие планеты Капекс и прочее. Вот играет. Ну, Дэйв Батиста, но он чаще всего просто стоит столбом, ну и там натурально более-менее плачет. Ну смотри, ну вот опять же есть вот этот Дитер, который немчик, есть еще этот, блядь, коп-охранник, сука, напряженный, который точно так же мерзотно переигрывал, а Дэйв Батиста, он норм. Ну да, он приятный чувак в любом случае, то есть на экране он выглядит хорошо и вопросов не вызывает, то есть вот в этом плане, да, он норм. Вот, ну давай, ты у нас мастер, давай. Mass Effect. Охуительно. Вышло, да, переиздание легендарное Legendary Edition, все три части под... Не-не-не, прости меня, не Legendary Edition, издание Legendary. Да, прошу прощения, издание Legendary, все три части под одной обложкой, ну только если вы не на ПК играете, на ПК в России никакие обложки не завезли, хотя вы можете распечатать их сами, это крутая фича. В общем, если коротко, в некоторой степени переделали первую часть и натянули 4К-текстуры, улучшенные с помощью нейросеток на две остальные. А натянули ли? Совершенно точно тянули, и натянули, я посравнивал. Вообще, сейчас я быстрый, и ты начнешь, потому что ты у нас впервые проходил трилогию. В целом, мне сначала не понравилось издание, потому что, на мой взгляд, слишком мало было изменений, но потом я... Я сам не очень много поиграл, только в первую часть, часов 10, но потом я посмотрел всякие скриншоты, посмотрел всякие видосики и сменил, так сказать, гнев на милость. Норм. Игра, правда, стала выглядеть лучше на современных платформах самое то, поэтому издание Legendary получает от меня в целом лайк. Вот, во-первых, про текстуры. В первой части, причем сейчас мне показалось, что в первой части в Legendary Edition текстуры даже четче, чем в том же Legendary Edition во второй и в третьей. Потому что, когда крупняк идет на лицах в первой части, ты видишь, пусть из дубовой абсолютно анимации, и явно не поправляли, но четкие лица. Когда вот эти вот флешбеки у жабы Ассасина во второй части начинаются, там прям мыло на мыле. То есть, там как будто ничего не меняли абсолютно, мне так показалось. И в третьей тоже, если тебе показывают крупного Андерсона, у тебя прямо у тебя монитор начинает мироточить. Поэтому, мне кажется, заменили там далеко не все или заменили как-то халтурно. Что, в принципе, свойственно Electronic Arts, поэтому я бы не удивился. Что касается самих игр. Ох! Ох! Я до этого играл только в первую часть, причем первую часть по долгу службы я проходил 6 раз для трудностей перевода. Но чисто по сюжету, но все равно... И до этого я... У меня история всегда какая была с масс-эффектами. Я в какой-нибудь год такой... Так, надо пройти наконец-то масс-эффекты. Я полностью прохожу первую, и мне надоедает. Проходит несколько лет. Я снова такой, надо пройти все масс-эффекты, я полностью прохожу первую, мне надоедает. Сейчас мне, слава богу, не надоело. Legendary Edition дала мне наконец-то пинка под зад. Я прошел первую, про нее мне особо сказать нечего. Я не помню уже, какой там был оригинал. На стриме я вот тогда для патронов мучился со стрельбой на предпоследнем уровне сложности. Но потом, когда я один играл, там ушел в другое место, покачался, вернулся, я уже всех... Я оценил вот эту вот боевку с тактической паузой, она охеренная. То есть там уже просто игра на пианино начинается. Выпустил один зал, переключился на другого, приказал другому. Я уже даже отключил автоматическое применение обилок тиммейтами. Я все сам уже знаю, я все им раздавал. Весело, но топорненько. Геймплей все еще топорный. У первой части. Запустил вторую, и вот на второй я просто нахер провалился в Mass Effect. Это настолько охуительно. Я понял, почему Mass Effect лучшая игра каждого года, когда после второй я запустил третью. Это просто абсолютно волшебно для меня, когда человек, который проходил там максимум пролог, и по-моему на Тачанку до этого летал, сейчас я прошел ее целиком, я выполнил все побочные квесты, все основные квесты, у меня закрыто вообще все, я выслушал все диалоги там. Если у кого-то из персонажей есть под кнопочка Investigate, блять, ребята, я тут теряюсь просто на пять минут, пока я все не прослушаю, что они мне хотят сказать. Я только кодекс не читал, потому что ебал я ваши записки в таком объеме в ваших играх. Кстати, поскольку я кодекс не читал, я уже забыл, как они там говорят-то все на английском языке во вселенной? У них есть переводчик. Ну, условный переводчик, встроенный куда угодно. Он, видимо, и мимику говорящего тоже меняет, аудиовизуальный. Хорошо. Вторая часть просто нахер волшебство. Я поначалу плевался от того, что сменили интерфейс, но через два часа уже привык, интерфейс хороший, красивый, футуристичный. Боевка стала еще лучше. Играть угар, но в конце игры боевка все равно напрягает, потому что любой сюжетный квест это иди по коридору, стреляй у ебков, и все, больше в игре ничего нет. Но сам сюжет, персонажи все как один охуенный, ну, кроме негра, потому что, ну, это какой-то... Это судьба негров. Это цисгендерный черный мужик. Зачем? Как он мне, может быть, моей шепардихе интересен вообще? Играю я, отвечаю на незаданный вопрос, каждый раз отвечаю, потому что озвучка у нее лучше. Ты, кстати, так не считаешь? Я, честно говоря, нет. Я считаю, они оба хорошо озвучены, но, типа, для меня вот прям такого критического различия нет. Мне нравится Марк Мир, мне нравится Дженнифер Хейл. Они, ну, они по-разному звучат и в хорошем смысле по-разному. У них шепарды, они немного отличаются. Возможно, у Дженнифер Хейл получилось сделать такую более бойкую шепардиху. Она эмоционально не подает просто текст, мне всегда казалось. Ну, на примере первой части, потому что я, видишь, я же до этого только в первую толком играл. Возможно, потом там уже и Марк Мир на ее уровень поднялся, но мне всегда казалось так. Но, ладно, не суть. Суть в том, опять идти еще, когда я, соответственно, в диалогах с этим, как его там Джейкоба вызывали, в диалогах с Джейкобом я выбираю самые резкие реплики, чтобы, типа, пошел ты нахуй, даже не думай, но она все равно все их подает таким шлюшим голосом. Она говорит, Джейкоб, привет! А что это мы тут делаем у меня на корабле? Ах ты, шоколадный проказник, даже не думай об этом. Мне прям неловко становится. Соответственно, романсил я с первой части только Лиару, потому что только суровый лесбийский секс не позволю никакой сисгендерной хуи мрази совать свой член в бою Шепард. Только тентакли с головы Лиары. Только хардкор. В общем, персонажи просто божественные. Я могу там вот этого соларянина слушать бесконечно. Этого мини-рекса в пробирке выращенного тоже. Вот прям супер. Вот, вот, вселенная охуенная. Это игра про то, чтобы реально послушать диалоги, ну и пострелять, когда тебе немножко поднадое слушать диалоги. Ее я, соответственно, проглотил за там 3-4 дня. Все, работа пошла в пизду. Меня ни для кого нету. Сидж пошел в пизду. Я играю в Mass Effect. Меня не трогать. Я пока все квесты не закрыл. Я не закончил со второй Mass Effect. Потом я открыл третий Mass Effect. И что-то как-то, признаться честно, у меня сразу ажиотаж прошел. Я так немножко поиграл, но окей, можно и поработать. Часа по два в день, наверное, я там проводил. Куда-то все пропало. То есть вроде бы... Я даже знаю, наверное, почему. Потому что вторая часть, она что-то новое тебе давала. Очень много нового. В третьей части это ресайкл старых вот этих персонажей по большей части, причем которые растеряли шарм. Когда я во вторую часть сыграл, я охуял от того, насколько лучше озвучены герои. То есть те же самые актеры озвучивают те же самые роли, но все это озвучено в разы живее. Как будто еще, знаете, они во времена первой Mass Effect такие думали, что там, игра какая-то? Ну, похуй, наговорим. Ну, нормально наговорили, но не выдающийся. В первой части Джокер выделялся из всех, как мне кажется, потому что вот у него была прям живая-живая озвучка, которая вылетала за рамки вот этой куции лицевой анимации. А вот во второй части все персонажи, все актеры, они как раз по живости, они дошли до уровня Джокера. Вот там поэтому каждый персонаж звучит охуенно, поэтому их слушать одно удовольствие. И что они говорят, и как они говорят. А потом третья часть, и мне показалось, что там опять озвучка почему-то куда-то вниз скатилась. То ли у них времени было меньше на запись, нельзя было дубли наделать или с актерами пора... Ну, как будто в попыхах все делалось, и писалось в попыхах, и делалось в попыхах. Интерфейс, сука! Какой в третьей части отвратительный стал интерфейс. Я еще поначалу думал, ладно, во второй части мне поначалу тоже интерфейс не нравился, но за два часа я к нему привык, и я признал, что да, он пиздатый. В третьей части я наиграл уже, по-моему, часов 20 или 15. Я терпеть не могу этот интерфейс. Он настолько всырато выглядит, что вот, наверное, он больше всего отбивает желание прям вот так вот погружаться на часы, проваливаясь в эту игру. Прям отвратительно. Ну и, соответственно, боевка, она со второй части тоже не поменялась. Только, по-моему, персонажи и обилки и имбовее стали гораздо. Плюс во второй части тебе прям вот... У тебя есть набор оружия. Тебе прям пишут, что смотри, вот этот пистолет, он хорош против щитов, вот этот против байотических барьеров и силовой брони. И ты всегда под каждого противника оперативно выбирал, там просто шифт нажал, выбрал, снял броню, выбрал, снял. Абилки, какими надо, тоже читаешь, на абилках написано, какая против чего лучше работает. И ты вот так вот то, что нужно, выцеплял из интерфейса и бросал это в бой. В третьей части этого вообще не стало. А в первой части было еще хуже, когда у тебя где-то там, блядь, в меню обмундирования тебе нужно было в каждую пушку ссувать какие-нибудь улучшения. Например, улучшения против синтетиков или против этих живых врагов. И игра, ты что думала, что я на каждого вот врага буду заходить в этот инвентарь и менять себе обвесы, что ли? И в третьей части это вернулось. Не настолько в фимозной форме, но это вернулось. То есть, третья часть, она мне кажется гораздо хуже по сюжету, по подаче сюжета, внезапно по озвучке, хотя возможно мне просто кажется. И боевка тоже как-то сдала. И интерфейс, конечно, полное говно, это прям неприятно, это прям вот, вот визуально прям фу, фу, меня коробит от этого. И я, когда все это проходил, мне очень хотелось ремейк этой игры. Всех трех игр. Потому что несмотря на то, что их немного подтянули там по спецэффектикам и по текстурам, большую часть вот этих катсцен или просто эпичных каких-то моментов мне приходится у себя в голове докручивать до того уровня, чтобы это реально было эпично. потому что скомпоновать нормальные катсцены они так и не смогли из этого движка вот того года, какой там был. Поэтому это все как-то неказисто, это все как-то криво, Шепард еще постоянно пырится куда-то в пол, там у нее вообще не понять, куда глаза направлены. Да, что-то сделали с глазами в переиздании, что-то где-то проебались с моделью Шепарда, поэтому он действительно смотрит то, блядь, влево, то вправо, то хер пойми вообще куда. Да, и там много такого, то есть даже вот самые, я вообще что понял, самые братюни по игре твоей это я забыл название расы, Рекс, кто он там? Кроганы. Кроганы, да, потому что вот это все прикол, я первую часть прошел, у меня все остались живы, начинается вторая часть, Ляра такая, ой, Шепард, ну привет, типа так рад тебя видеть, я тут сейчас дела доделаю и все такие, один только Рекс, прилетаешь к нему до тачалки, такой, о, братюни мой, Шепард, здорово. Третья часть начинается и тоже встречаешь Рекса, Рекс такой, ты меня предал, паскуда, я такой, ну все, последнюю нормальную расу, которую уважала нашего командора, скатили на дно, но потом ты встречаешь пробирочного Крогана, как его зовут? Грунт. Грунт, 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 и Грунт такой, бля, Шепард, сколько лет, сколько зинтевый, брателло, побежали пить пиво в ближайший бар, от прям хороши. Я забыл, к чему я это потерял, не знаю, ты что-то про братюнь. А, я, да, я про братюнь начинал, я там как раз про, про то, что эта игра плохо состарилась, там есть хорошая музыка, там есть хорошая озвучка, но когда тебе реально нужно выжимать какой-то пафос или просто какой-то движ создавать в катсценах, это выглядит очень невпечатляюще. Это прям плохо уже. На 2021 год это плохо. Вот, кстати, почему меня захватывает каждый раз, что я в первый раз проходил, что я сейчас перепроходил на ПК Horizon Zero Dawn, несмотря на то, что там такие же эмоционально насыщенные по идее моменты подаются чаще всего от лица Элой, которая просто смотрит на голограмму тысячелетней давности, там вот, знаешь, вся вот эта совокупность музыки, озвучки, напряжение, она вот, она эмоциональный отклик в тебе находит, потому что она по-современному, по-грамотному снята. С расстановкой таймингов, вот, вот, вот все там правильно. Несмотря на то, что у тебя непосредственно вот какой-то битвы с риперами не происходит на экране, это ощущается эпично, безумно, прям мурашки бегут. В Mass Effect ты наоборот встречаешься в пафосном бою с риперами, но эмоции это толком не вызывает, потому что все это устарело технически очень сильно. Вот если бы все это в ремейке переснять, заново нарисовать и грамотно, что самое главное, по-современному срежиссировать, вот это было, блядь, еще лучше. Хотя казалось бы, куда еще лучше. В общем, вот этого мне немного не хватило. Мне хочется ремейка, да, я надеюсь, лет через 20 мы увидим ремейк всех Mass Effect. Это было похуенно. Вот что я думаю по поводу Mass Effect. Что ты еще хотел сказать? На самом деле нет. Я думаю, ты прошел и мы концовку обсудим, хотя уже на самом деле сто раз обсудили, но я вот по старперски, по ностальгически, конечно, могу заметить, что вот немного не то, когда люди проходят все три части залпом, потому что чуть-чуть стирается вот этот восторг от той тогда еще абсолютно удивительной фичи, когда ты мог перенести свои сохранения из одной игры в другую. Так, если что, кроме CD Projekt Red по-моему, еще вообще никто не делает и в принципе и уже, и еще, тогда это был просто майндбловинг. Ты проходил первый Mass Effect, у тебя сохранялись все твои достижения космические, через пару лет выходил второй Mass Effect и тебе говорили слушай, да ты можешь вонзить свои сохранения во второй Mass Effect и все учтется. И такой ебать, охереть можно. ты это делал, ты проходил Mass Effect 2, ты получал одну из концов, причем, ну почему в том числе Mass Effect 2 настолько крутая игра, они когда ее разрабатывали, они не думали о том, что надо будет еще третью делать. Именно поэтому в финале Mass Effect 2 могло быть вообще что угодно, умереть мог кто угодно, вплоть даже до самого Шепарда, и изначально предполагалось, что в третьей части это тоже учитывалось бы смерть Шепарда, и там можно было бы играть либо за самозванца, либо за клона, ну либо может быть за другого даже персонажа, что вряд ли, это уже там фантазировали потом разработчики, но не хватало ни времени, ни денег, из-за этого были приняты и другие всякие странные решения, типа вот этой ориентации на экшен-прохождение, когда добавили совершенно дурацкую опцию, в которой не было вариативности диалогов в игре, то есть можно было выбрать уровень сложности типа для дебилов, ну в смысле уровень сложности шутер, ну там да, нет выбора в диалогах, да, и все реплики за тебя выбирались, поэтому возможно из-за этого в том числе порезали и сами диалоги по вариативности, ну и в целом очень видно было, что игру прям капитально не успели не то что отшлифовать, а вот там аж доделать, и Mass Effect 3 вот это была последняя игра, которая вышла с магией BioWave в топливном бачке, все вот работало чисто на том, что вот слава богу так получилось, кроме конечно финала, который вызвал бурю эмоций, он вызвал бурю эмоций просто потому, что ну странный был финал, на фоне того, что ты вот собирал всех этих прекрасных персонажей, ты собирал все вот эти разные цивилизации, ты прям их там заставлял следовать за тобой, закрывал все вот эти вот квесты, которые длились, это вот, ну там условно для тебя они длились неделю, вот эти все квесты, а для людей они годами длились с 2017 по там, седьмого по тринадцатый, и в итоге просто Шепард там один оказывается в самом финале, хотя даже не важно, что там вот эти были три концовки, важно было то, что он один оказывался, проблема была именно в этом, как бы просто по логике в конце в эту цитадель, в эту верхушку должен был из космоса влететь нахуй Мака, из Мака должны были вывалиться Рекс, не знаю, там кто угодно и Эдди, они все должны были там озалупить этого катализатора, все взорвать, точно так же на этом Мака улететь в космос, где их бы на лету поймал Джокер на Нормандии, ну вот как-то так это должно было закончиться, просто с учетом сетапа всего, но Шепарда одного оставили, ну просто вот опять же, чисто по глобальным впечатлениям, если от двойки я не мог оторваться, то тройку я прохожу постольку поскольку пока время свободное есть, можно конечно списать это на то, что мне уже поднадоело там за 70 часов, но мне кажется нет, потому что я в двойку я бы продолжал ебашить нахуй все бы сроки завалил по всем работам, и к слову о том, что поднадоело блять за 70 часов, сколько ты наиграл реально? 50-70? На самом деле невозможно посмотреть сколько я наиграл, потому что я оставлял игру свернутой там на ночь, на другую ночь, но я думаю часов 25 я точно наиграл. А, так не намного больше меня, господи, я думал там 50 реально. Ну да, не намного блять. В общем, я понял, вот за эти 25 часов я понял, как я могу легко и просто охарактеризовать Days Gone, Days Gone это вот чисто сезон The Walking Dead в условно лучшие годы сериала, с учетом того, что даже в лучшие свои годы он был довольно посредственным. Там вот на 10 часов условного сезона происходит ровно один час чего-то интересного и 9 часов какой-то хуйни и унылого дрочего. Амбициозная, наверное, идея сделать выживач в открытом мире, потому что эта игра, ну по крайней мере я проходил на Heart 2, это сложность, но это сложность, которая перед вот этими двумя абсолютно убийственными, где даже интерфейса нету, то я не рискнул, конечно, это ориентировано на людей, которые уже прошли игру. Heart 2 запускаешь, но это реально выживач. Каждая стычка с зомбями, там нужно метко стрелять и быстро реагировать, потому что ты из трех тычков отлетаешь. Каждая перестрелка с врагами, это ебаный пиздец, потому что искусственного интеллекта в игре нету, к этому мы еще, блять, вернемся. Но вот с зомбями, да, ты аккуратно ходишь, боишься попасться на глаза, потому что сбежится целая толпа, ты ищешь нужные предметы, потому что они реально нужные. Это выживач в открытом мире, грубо говоря, ну лайтовый выживач. Обычно открытый мир это пыщ-пыщ о-ло-ло, это Horizon, это Far Cry, это Assassin, с ними все понятно. Там схема уже отлажена, их испортить сложно. Но как же просто испортить, сука, новый вот такой вот концепт выживача в открытом мире, потому что, блять, ребят, выживачи, нужно балансировать. Я не про сложность перестрелки с врагами, я про все, что там находится. То есть тебе нужно брать во внимание, сколько лутат, где ты находишь. Поэтому, как бы, в The Last of Us это сделать просто, она линейная. Разработчики знают, сколько именно у тебя останется патронов, когда ты подойдешь вот сюда, вот поэтому, где их нужно рассовать, и комнатки небольшие, поэтому облутать их можно быстро, хоть тебе приходится бегать, тыкаясь носом по всей комнате во все углы, но это можно пережить, и это сбалансировано. Когда ты, господи, приходишь в какую-то деревню в Days Gone, ты видишь много домов, ты заходишь в один дом, ты не находишь там абсолютно нихуя интересного, ты находишь только материалы, которых у тебя и так уже под завязку, потому что ты до этого еще, блять, деревню облутал, ты выходишь на улицу, и ты видишь еще 20 таких перед собой домов, и ты думаешь, нахуя они здесь нужны, если в них нет нихера интересного и нихера полезного. Ну вот как, блять, такой открытый мир играть? Ну, я не знаю, как в него играть, я просто... Вот есть элементы, которые сделаны хорошо в Days Gone, это в принципе умеренно сбалансированный этот выживач с заканчивающимся топливом, с тем, что тебе не хватает ресурсов постоянно, это, ну, неплохо сбалансировано, хорошо сделаны езды на мотоцикле, прям классно. Приятно, да. Графон очень хороший. Ну, только не в катсценах, в катсценах это, блять, смерть коровам. Почему? Потому что ты видел эти лица? Это лица Mass Effect 2, времен 2 Mass Effect. Абсолютно отвратительно выглядят, не согласен. Хуй знает, не знаю, по-моему, хорошие лица, особенно глаза. Глаза прям замечательно сделаны, и, ну, анимированы тоже нормально. И фейдыны хорошие в качестве склеек. Фейдыны вообще великие. Фейдыны — это прям лучшее, что есть в Days Gone, прям в диву даешься, нихера себе, как они так талантливо сумели сделать. Запомню свою мысль, я просто остановился, через полчаса после этого момента я помню его хорошо, когда у тебя флэшбэк, когда вы знакомитесь с Еленой для бедных, Сара, как ее зовут, не помню, подружкой, в общем. Ты к ней подруливаешь, вы говорите, она садится к тебе на мотоцикл, вы едете вперед. Игра управляет мотоциклом, ты ничего не жмешь, но вид сзади как будто геймплейный. Они говорят, 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 ты, соответственно, видишь их в затылке, они говорят и замолкают. Вы едете еще 20 секунд в тишине. Потом фейдын. Происходит, происходит там минутная катсцена, вы начинаете ехать обратно. Ты смотришь на затылки, пока они говорят, они заканчивают говорить, и ты едешь еще 20 секунд в тишине. Фейт, сука, ин. В темноту. А потом опять же из темноты появляется следующая катсцена. Сука, блядь. Это вообще очень странно срежиссированная и написанная игра, потому что, во-первых, да, по какой-то причине перед каждой катсценой появляются черные экраны. И более того, на PlayStation 4 я почитал, еще, блядь, и загрузка предваряет эти катсцены. При этом даже внутри катсцены иногда при смене планов тоже бывает переход через черный экран. И, конечно же, при выходе из катсцены в геймплей обязательно, блядь, тоже есть черный экран. Это шахеренный абсолютно момент, когда нам показывают, что случилось вот ровно до посадки в вертолет во флешбеке. Они идут вдвоем. Вот этот Бухарь и главный герой Дик. Фейдаут, Фейдин, они находят Елену. Идут вместе с Еленой, ей в пузо втыкается нож. Фейдин, Фейдаут. Они в каком-то доме говорят, нужно найти дорогу. Они это договорили, Фейдин, Фейдаут. Они в другом помещении, кто-то по ним начинает стрелять. Дик говорит Бухарю, такой, я его обойду. Фейдин, Фейдаут. Он у него за спиной валит того, застреливает его, Фейдин, Фейдаут, он обратно вернулся к ним. Что за хуйня? Я не могу... Это у них что, была какая-то проблема с менеджментом ресурсов, и оперативная память в PlayStation 4 не могла всю кат-сцену вместить, блядь. Мне на самом деле Солод рассказал, в чем прикол. Возможно, как раз в этом, потому что изначально в игре задумывались варианты выбора реплики. То есть там можно было взаимодействовать вот в этих кат-сценах и, в принципе, в диалогах. Но потом, прямо перед релизом, это как будто убрали. И вот, наверное, все вот эти вот моменты их замазали вот этим вот переходом через черный экран. Возможно. Я читал об этом, это вообще уникальное мнение было. В то время, когда все, вообще абсолютно все добавляют себе какую-то вариативность в диалогах, потому что классно, мы даем выбор игроку, здорово, это всем нравится. Единственные, блядь, разработчики из Band Studio такие, ну, мы тестировали вариативность, что-то какая-то хуйня никому не понравилась, мы ее вырезали, к черту. Мы решили, что мы сами сделаем все выборы за игрока, тем самым, сделав персонажа более целостным. Причем, более целостным, по-моему, ни хуя не стало. Ну, видимо, он был еще менее целостным, понимаешь, ты не видишь дна, до которого это может опуститься, но, они на самом деле правы. То есть, я безумно уважаю Naughty Dog за то, что она, особенно в The Last of Us не дает тебе выбора, когда там, особенно во второй части, от которой все бомбят, там, я видел много сообщений о том, что, блядь, я хотел выбор, убивать там этого персонажа или убивать, а вот хуй тебе, говорит Naughty Dog, я знаю, как писать сценарий, я напишу тебе сценарий, а ты ничего с этим не сделаешь. не, смотри, это же нельзя сравнивать. Last of Us это художественное, очень цельное, выверенное художественное произведение, где все подчинено логике и идее. Ну, нравится она или нет, это другое, но тем не менее. А, блядь, Days Gone это просто дрочь в открытом мире, реально, это как сезон The Walking Dead. И можно было бы просто давать выбирать там, ну, какому персонажу умереть, какому не умереть, потому что, ну, похуй, тебе не жаль этих персонажей, они один, другой, вообще без разницы. Там все они вот как под копирку из The Walking Dead, там есть какой-то дед-пацифист, который, нет, мы не будем никого убивать, мы же люди. При этом его ебут какие-то черти, обдолбавшиеся ЛСД, в жопу и все его поселение, он такой, нет, мы с ними договоримся, они нормальные ребята, у нас с ними мир, черти там уже просто до крови разъебывают им сраки, дед такой, ну, нет, мы же мир с ними заключили, ну, бля, чё ты, чё ты несёшь, дед старый? И, ну, это просто, ну, как бы не прикольно, причём, они вот, вот как в сериале, вот реально, как в Walking Dead, разработчики, сценаристы, они вот до последнего тянут с интригой, даже когда ты уже всё, блядь, понял, чё там будет, когда ты уже всё понял, кто виноват, чё произошло, и где ты там, отыщешь ответ на все вопросы, они всё равно продолжают тебе какие-то вот эти, знаешь, намёки жирные давать, по которым ты уже в пятый раз всё прекрасно понимаешь, они всё тебе бомбят вот этими флэшбэками, которые, типа, должны тебе как бы подсказочки оставлять, но ты, блядь, уже ты уже всё понял, всё настолько просто, всё настолько очевидно, что ты играешь уже 25-й час, блядь, можно уже концовку на конец? Я не знаю, нахера игра такая длинная, там 4 региона, ну, условно, 4 акта, они все между собой вообще ничем не различаются, это одно, тебе иногда, знаешь, так подсовывают, не в значении новый тип заражённых каких-нибудь, такие, типа, а вот они эволюционировали, вот теперь такой есть, на, ебись с ним ещё, но в целом ничего не меняется, там очевидно была какая-то ещё система, ну, может быть, не кастомизации, но какая-то система лута, потому что у оружия есть грейды, но почти, вот, ну, где-то, наверное, почти все три главы я прошёл с самым первым обосранным калашом, который я подобрал с какого-то обосранного бомжа, с грейдом, типа, сейчас развалится, потом ради интереса я додрочил влияние в третьем поселении, до максимального уровня, это отдельная боль, как же там, блядь, долго качается влияние, я не знаю вообще, что и кому я хотел доказать, и какая нахуй разница была, в целом, как, ну, в чём отличие, но я это сделал, я прокачал влияние в одном из поселений, я купил там самую пиздатую М-ку, и не принялась абсолютно нихуя, потому что в этой игре есть хедшоты, я просто, ну, ставлю всем хедшоты, и это одинаково, легко делать что с калаша, что с этой М-ки, и одинаково тебе весь надо всадить боезапасшу, в какого-нибудь супер жирного зомби, то есть, вообще никакой разницы, ты правильно сказал, что разработчики, или ты не сказал, я только услышал, что разработчики не знают меру в дроче, вот, серьёзно, самое унылое, что можно себе представить, было в Horizon, несмотря на то, что у Horizon в принципе другой темп, там это, как я и сказал, это пыщ-пыщ, о-ло-ло, открытый мир, а здесь это выживач полусуровый, там самое унылое было, это зачищать лагеря, ну, ванпосты, грубо говоря, это когда ты заходишь, и там 30, блядь, человек, и тебе нужно их выкосить, слава богу, там это делается быстро, и не успевает толком тебя заебать, но вот когда ты не можешь фаст-тревелиться, из-за того, что где-то по пути фаст-тревела, появилось гнездо зомбарей, таким красным цветом на миникарте выделенное, ты, короче, приходишь на это место, и тебе нужно там найти ещё, я вот последнее, что зачищал, тебе нужно найти 5 гнёзд в этой области, ты ходишь их ищешь, в приседе, чтобы не стригернуть зомбей, ты находишь одно, это какое-нибудь окно помещения, из которого торчат ветки, ты кидаешь туда коктейль молотова, оттуда всегда выбегает 4 зомбаря, причём они триггерятся именно на то место, с которого ты кидал коктейль молотова, то есть если ты где-то видишь кусты, ты отходишь подальше от кустов, ты кидаешь молотов в окно, и ты убегаешь в кусты, они поэтому выбегают в то самое место, в ту самую точку, откуда ты кидал молотов, и потом тупят, не могут тебя найти, ты если хочешь их всех отстреливаешь, и идёшь к следующему, знаете, что из себя представляет зачистка следующего гнезда, вы правильно угадали, ты кидаешь коктейль молотова в окно, из которого торчат ветки, оттуда выбегает 4 зомбаря, и бегут ровно в ту точку, откуда ты кидал коктейль молотова, то есть если рядом с тобой есть кусты, ты отбегаешь подальше, кидаешь коктейль молотова в окно, и убегаешь в кусты, потом, если ты хочешь, ты всех их отстреливаешь, идёшь дальше, Нужно кинуть коктейль Молотова в окно Оттуда выбежат 4 зомби Как раз в том месте Блять, вас наверняка заебало уже, как я это рассказываю А теперь представьте, что все это надо делать Гораздо медленнее, чем я это рассказываю И этих гнезд там просто, блять Ебаные десятки И что самое Это одна из первых Первая на моей памяти игра в открытом мире Из таких вот Популярных игр для всех Которые тебя вообще не вознаграждают За эту хуйню Ты приходишь на аванпост, ты приходишь зачищать Эти гнезда, ты это делаешь И ты нихуя, кроме опыта и влияния В поселении, не получаешь Тебе никакой там эпический калаш Никогда не дадут Тебе ничего, вообще ни сумку не дадут В которую ты сможешь складывать Больше, блять, ух Ухов фрикеров, криперов Фриганов, блять Вообще тебе ничего не дают Тебе не дают даже удовлетворения От процесса, потому что, как вы могли понять По моему описанию, это не очень интересно Да, дочь Возьмем опять же Horizon Другой открытый мир Но все равно Победить Огромного, блять Обвешанного Всякого типа Амуниции Динозавра Механического Это уже само по себе весело Когда ты Пять раз подряд Кидаешь коктейль молотова В окно Оттуда выбегают в одно и то же место Четыре зомби И ты ставишь им четыре хедшота Это надоедает тебе уже после второго раза А тебе это нужно делать Раз за разом И мы подобрались к самому сука фимозному Что только есть в этой игре Это искусственный интеллект Мне кажется Я небольшой программист Но я уверен на 95% Что за искусственный интеллект В скрипте этой игры Отвечает ровно две строчки Одна строчка Это перемещаться Кириллицей с опечатками Вторая Это стрелять Персонажам не важно Куда перемещаться И не важно Куда стрелять Им не важно Какие действия совершает игрок Они вообще Нихуя Не заскриптованы Они вообще Не ведут себя никак Я такого тупого Блять Искусственного интеллекта Не видел нигде Даже в Call of Duty Да нет На самом деле Ты немного перевели Я посмотрел твои видосы В смысле? Ты видел это? Я кидаю камнем в бак? Погоди Это так? Это хуево И скорее всего Они там Разъебались Потому что Блять Ты в туннеле был И они видимо Не предусмотрены Для обхода в туннеле Там очень много чего Не предусмотрено Понимаешь Костян? Это очень много Просто я кидаю Хуево действительно На самом деле Не хуже Чем в большей части Open World И в том числе Horizon В Horizon Другая система Там у тебя Огромный динозавр Стреляет у всех орудий По тебе Он в принципе Почти не двигается Это как с зомби Мы же людей сравниваем Потому что там же Орда есть еще У нее есть свой Искусственный интеллект Он работает как надо Вот смотри Как раз Я вот не столкнулся С теми Ордами Которые все нахваливают Но я не думаю Что они стоят того Чтобы еще 20 лишних часов Страдать в этой игре Вообще блять не стоит Вот именно Тем более То есть вот смотрите Есть зомби Которые давят тебя числом Они выбегают И несутся за тобой толпой Я таких встречал Во-первых Они очень сильно мотают башкой По ним сложно попасть В отличии от людей Которые стоят В лучшем случае Они сидят за укрытием Потом высовывают голову статичную И проблем попасть нету Эти бегут Качаясь головой Им нужно поставить именно хэдшот Потому что в тело Они не убиваются Их много Со всех сторон Они тебя в ближнем бою атакуют Им искусственный интеллект Не нужен То есть с ними бороться Плюс-минус весело И так Ну тут в рамках Days Gone Это самое веселое Что там есть Это реально Сражаться против зомби Когда ты на себя Сагрил кучу Ты бежишь со всех ног У тебя кончается стамина Ты под себя бросаешь гранату Слышишь как сзади Сзади там Три чертя взрываются Разворачиваешься Кидаешь еще молотов У тебя откатилось Замедление времени Ты целишься Три хэдшота ставишь Бежишь дальше У тебя тратится стамина Блять Это балдежно Это весело Но этого мало В то же время Люди Люди не ведут себя никак То есть даже в Call of Duty Где тупой искусственный интеллект Call of Duty Как коридорный шутан Она все равно Может тебе создать Экшоновые моменты Когда ты идешь по коридору Там одна дверь распахивается Оттуда на тебя выбегают люди Другая Тебя как-то Каким-то образом окружают Хотя кстати В Call of Duty так никто не делает Это например Было реализовано в контроле В Call of Duty такого нету В Call of Duty все максимально Тупо дурацкий пример Контрол В Call of Duty нельзя Да Ты всегда перед тобой Должны быть враги Да вот именно Контрол В контроле особо не нужен Искусственный интеллект Потому что враги Просто прутся От всех сторон И используют Разного типа Обилки против тебя Тебе приходится С этим вертеться и жить То есть там даже Толком нету времени Чтобы остановиться И задуматься Как себя ведут неписи Я по крайней мере Не останавливался И не задумывался Но здесь В открытом мире В котором упор поставлен На стелс Потому что это опять же Полувыживач Ты рано или поздно Садишься в кусты И когда ты садишься в кусты Ты просто охуеваешь От тупизны Блять этих неписей Им не прописано Просто ничего И в их отстреле Нет абсолютно Нихера интересного Искусственный интеллект В таких играх нужен Потому что это не коридорный Call of Duty Или контрол Где ты можешь Выкинуть Со всех сторон На тебя неписи Тут открытый мир Поэтому Искусственный интеллект Или хотя бы Скрипты Противников Они должны создавать Тебе движняк Когда движняк Не создается противниками Движняка нету Потому что больше Некому его создавать И ты сидишь Играешь В Gears 5 С отстрелом Голов Потому что Никто даже не думает Тебя никак обойти Да они входят Но это неправда Я не могу Блять не поправить Потому что нас опять Говном закидают У меня есть куча Пруфов Я уже выкинул Блять Пруфов в твиттер И у меня еще Пруфов хватит На целый видос На дополнительный канал Со стримами Я блять Вкину это говно Пусть они Я видел опять же Сообщение Люди писали что Хм Что-то странно На PS4 такого не было Я подумал Сломали искусственный интеллект Сломали скрипты Неписей Потому что это прям Настолько плохо Что это выглядит так Как что-то поломанное Чего не должно быть Но потом мне тоже Люди написали Что на самом деле На PS4 такой же Тупой искусственный интеллект Не слушая этих Но что убедило меня В том что это не баг Это то что Многие писали что Блять прошел всю игру И на ПК Ни разу такого не видел Ой блять Это Вы те же люди Которые прошли Весь киберпанк И ни одного бага Не встретили Я вас узнаю ребята По этим сообщениям Это невозможно Невозможно на ПК Пройти игру И не охуеть От тупизны Искусственного интеллекта Это очень плохо И как я и сказал В игре с открытым миром Противники создают движ Если противники Не ведут себя никак Движа нет Поэтому Я дропнул Я хотел наиграть 10 часов Чтобы вот у меня было красивенько Чтобы я перед Костяном Оправдался Мол Костяный Наиграл 10 часов Но на отметке 9,5 часов Вот та самая перестрелка У меня из последнего поста В твиттере была Я Альт в 4 Пошла нахуй Эта игра Я блять не могу Это Это очень стрёмно Короче орды Буду скандал Пару недель назад Журналист PC Gamer Написал обзор ПК версии Days Gone И ни разу там не упомянул Орду На что ему Один из разработчиков Ответил Ты походу Не прошел вообще Days Gone Как ты можешь писать обзор Ты ни разу не упомянул Орду Фичу нашу Фичушку Фичинюшку Главную Days Gone Все Ты плохой Не журналист И как вообще Можно В 2021 году Быть таким Ужасным подлецом Ну во-первых Я как человек Который почти Прошел Days Gone У меня буквально Пара часов осталось Я возможно добью Но честно Уже Блять Нет терпения Во-первых И вообще Я не могу Осуждать этого Чувака С PC Gamer Потому что Я даже примерно Представляю Где он мог сломаться Скорее всего Как и я На четвертой главе Когда ты уже Вот эту вот Закончил Ужасную Длинную Затянутую Скучную Неинтересную Главу С железным майком И этим Lost Lake Поселением Ты уже все Готов Вот Прийти К концовке И ты попадаешь Блять В четвертый Абсолютно Такой же регион Где тебе Абсолютно Такие же Персонажи Горят Ну че Дик Здорово Здорово Отец Иди Собирай нам Снова Фитили И селитру Медный Купорос Киноварь Киноварь Вот Киноварь И сейчас Будем с тобой Мастерить бомбу И указывает тебе Мини карта На Блять Другой конец Этого региона И я такой Нет Пошел ты нахуй Блять Иди сам Обсасывай Свой киноварь Пидор Стар Вот Но Я сражался С этими Ордами И Я прекрасно Понимаю Почему Обозреватель PC Геймера Ничего про Эти орды Не написал Во-первых Потому что По сюжету Если я ничего Не проспал Ты Эту орду Единственный раз Увидишь где-то Видимо Судя по всему В конце Потому что по сюжету Я по-моему Ни разу с ордой Не воевал Я развалил Где-то Три орды И Все три Я развалил Осознанно И самостоятельно Для того Чтобы набить Ебучую репутацию У лагеря Тяжело быть Байкером Геем Да Проблема в том Что Возможно Действительно Эта орда Выглядела бы круто Их там Правда Много этих зомби Это правда Не то чтобы Прям какая-то Супер фича Много зомби Было в Left 4 Dead Много зомби Было в World War Z Много зомби Было уж По ордонте В этих От капком Как они назывались Из головы вылетело Как Dead Rising Вот Dead Rising В Dead Rising Были вот эти самые Тоже толпы орды Поэтому Ну я бы не сказал Что прям Такая удивительная Новаторская фича Но Это было бы прикольно Если бы Встреча с Ордой Была Вот Как Когда-то В презентационном ролике Где-то в начале Срежиссированная И интересная Где-то и бежал По каким-то Паркурил по стройке И кидал гранаты Да-да-да Эта стройка Там есть И я тоже Там разъебал Эту орду Выглядело Совершенно иначе Конечно же Но Это как раз Третий регион Это как раз Там уже На какой-то Пятидесятый час Прохождения И фишка в том Что опять же С этими ордами Воевать нет Абсолютно Никакого смысла Ты за это Вообще ничего Не получаешь Кроме Ну блять Экспы И влияния В этих лагерях И поэтому Конечно Большую часть игры Ты когда видишь Орду Ты ее просто обходишь Потому что Нет вообще никакого Смысла с ней Воевать Это действительно Сложно Скорее всего Потратишь все свои Патроны Все свои припасы И все И на этом Как бы Твое великое приключение Закончится Плюс Когда ты все же Уже там Прокачаешься Когда ты купишь себе Каких-то пух дополнительных Когда ты откроешь Бомбы-мины И пойдешь все-таки Воевать с этой ордой Это просто уже Будет неинтересно Потому что Ты до этого Убил 25 тысяч Этих самых зомби Но группами поменьше Но какая разница Все равно Это те же самые зомби И С вот этой ордой Воевать уже Ну просто неприкольно Ты расставляешь мины Ты Выстреливаешь Весь свой боезапас И думаешь Блять Господи Когда же это Наконец закончится Зачем я еще Тысячу этих Фриганов Здесь сейчас Уничтожаю То есть Главная фишка Она вообще не сияет Она не блистает И если бы я Ну писал Обзор Я бы может быть Упомянул Об этой орде Что-нибудь так вскользь В 2019 году Когда Days Gone Только вышла И когда Ну С помощью пиара Преподносили орду Прям вот как Киллер фичу Ну когда она на устах У всех была Да Когда Были вот ролики Трейлеры с ордой Когда вот Про нее все рассказывали Может быть я бы упомянул Хотя тоже Блять Я бы может быть даже Не наткнулся на эту орду И может быть тоже Блять не прошел до конца Days Gone Несчастный В 2021 году Я прекрасно понимаю Почему этот обозреватель Из PC Gamer Ни слова не написал Даже если прошел до конца Про орду Потому что она просто Она не интересная Она не впечатляет Она не прикольная Ой как хорошо Ты описал игру кстати И в целом Да Это относится ко всей игре Она вот такая И опять же Вот этот чувак Из PC Gamer Очень четко И метко Подытожил Что Days Gone Похоже на Mad Max Игру 2015 года Это вот Две игры Которые Вот знаешь Явно делались С любовью То есть люди Которые Трудились и над Days Gone И над Mad Max Они хотели сделать Что-то прям хорошее Там есть Элементы Которые Здорово работают Видно что вот Пытались собрать Что-то самобытное Что-то интересное Но просто Не получилось Не доработали Не доработали Не получилось Она недоработанная Это все что нужно Понять Причем Недоработанная Не так Что мы исправим Патчами Вот она Недоработанная Похлеще Чем Киберпанк Потому что Там есть идеи Там есть амбиции На вот Опять же Все тот же Новый открытый мир Другой Он реально Ощущается по-другому Но она Недоработанная Когда у тебя Есть все Куски металла Которые влезают В инвентарь И ты открываешь 20 капотов Подряд У машин В надежде найти Глушитель И ты не находишь Вот это максимально Характеризует Вот то что Вот то что Это не продумано И не доделано И не допилено Оно создает В итоге Посредственную игру Да Плюс опять же Этот открытый мир Его вообще Ничем не наполнили Там реально Буквально Пара активностей Это зачистка Лагерей Ну под разными Там Соусами Иногда это просто А вон посты Которые надо Зачистить Чтобы Точку респал На себе там Поставить Либо это заказ Там на какого-нибудь Подлеца Которого надо Убить И все абсолютно То же самое Либо это Убийство зомби Зомби-бомби Либо Поиск Какого-нибудь Унылого предмета В стиле Ведьмака С ведьмачьим чутьем Которое Причем Господи Это ведьмачье чутье Оно отключается Через несколько секунд После того как Ты его активируешь Да Тебе дрочить Приходится Если в ведьмаке Ты мог зажать Эту кнопку И идти по следу То здесь Ты нажал кнопку Прошел два метра Оно автоматически Отключилось Следы пропали И причем Это вонючее Ведьмачье чутье Оно еще и В прокачке спрятано Ты там Если его подкачаешь То тебе будут Доступны Дополнительные Иконки На миникарте Тебе будут лучше Подсвечиваться Всякие припасы Вот тоже Блять Как же это бесит Менеджмент припасов Когда ты Включаешь Ведьмачье чутье Тебе за стеной Условно говоря Там Просто Россыпь Ресурсов Помечена Ты подходишь Тебе ничего же В карман Блять Не лезет Да Более того Ты когда подходишь Эти ебаные метки Пропадают И половина Из этих меток Это еще Дверные Всякие ручки Которые можно Блять Открыть А не предметы Я помню Я Тупил Пиздец Реально Ты нажимаешь Ведьмачье чутье И у тебя Куча возникает Таких треугольников Треугольники Как указатели На то Что здесь что-то есть Не нарисованы Иконки Того что там есть Они появляются Если ты подойдешь Вплотную И посмотришь На этот предмет И если прокачаешь Блять Если прокачаешь Это нормально Блять Прокачка интерфейса Не додумывалась Хотя у них-то Можно было качать Возможно сесть на скамейку В каком-то из ассасинов Похуй Я нажимаю Вижу несколько треугольников За какой-то Ну за каким-то Огромным ящиком Я обхожу Опять нажимаю Ведьмачье чутье Но он мне показывает Треугольники Если ты рядом Находишься С предметом Я нажимаю Ничего Я такой Что за хуйня А бежал обратно Нажал Вот два треугольника Прямо рядышком Подбежал обратно Нажал Нихера Такой так Подожди Начал пятиться Назад И потихоньку Нажимать В итоге оказалось Короче Что там Такая Дырка в стене В деревянной Через которую Знаете Вот Элли Бока Может протискиваться И Дик тоже И вот эта Ебучая дырка В стене Она помечена И со стороны входа И со стороны выхода Тем же самым треугольником Который помечается Лут Ну как Блин Господи Настолько неудобная игра Настолько неудобный Открытый мир Опять же Ладно Если ты неудобно Собираешь В коридорном Каком-то шутане Предметы Но открытый мир Игра Ну короче Да Прям Дейсган Можно взять С хорошей скидочкой И играть На протяжении года Когда вы Во что-то хорошее Поиграли Когда вы прошли Весь масс эффект Можно вот Поиграть в Дейсган Потом хоп Следующая хорошая игра Вышла Вы отложили Дейсган В нее поиграли Все отлично Потом снова вернулись Там если что Нечего запоминать Как бы не потеряешься В сюжете Блядь Я забыл Про Бухаря Этого рассказать Один из просто Самых бесполезных Персонажей В истории Видеоигр Пиздец Как я угорал Это якорь Это якорь Это якорь Да Ржавый якорь Который зацепился За коричневую корягу На самом дне Сюжетном Это короче Бухарю Прожигают руку Он там Начинает лихорадить И все их диалоги С Диком Они заключаются Следующим Бухарю Звонит ему Эй Дик Ну ты че там Я слыхал Ты отправляешься Мочить огромную Орду зомби Ну давай Удачи Я бы тебе с радостью Помох Но у меня рука болит Я лучше посплю Давай И да Алло Дик Ты еще на связи На обратном пути Пожалуйста Захвати какую-нибудь Вкусняшку в магазине Давай счастливо А и это Я тебе сделал Тут два патрона Можешь их взять Когда вернешься А Дик Дик Ты еще тут Пожалуйста Не трогай Только мой дробовик Ладно Если вы понимаете О чем я Мой дробовик Все давай Дик Счастливо Ой слушай Слушай Дик Погоди Ты мне надо сказать Не повесил трубку Слушай Я плохо себя чувствую Мне кажется Депрессия А можешь мне щеночка Пожалуйста найти Это как Блядь Дик Ему там Если что Если что Он ему Блядь Щеночка В игре Нашел А да Не пошутил Это была сейчас Не художественная Импровизация Ебаный в рот Причем Сама завязка Еще охерительная Просто Я вот не знаю Как это может Это писал Вот тот же человек Который писал Тот DLC Quest Для второго Mass Effect Который Arrival Вернемся к Mass Effect Mass Effect 2 Настолько восхитительно Написанная игра Что я прям Не понимал Что происходит Когда я Взрывал Ретранслятор Кометой Это та же игра Я куда-то Я в какую-то Параллельную вселенную Зака Снайдера Перенесся Где Какие-то ебланы Пишут Блядь Крупнобюджетные игры Для БОВР Это было настолько Плохо От начала И до конца Это Слушай Это наверное Я писал Не Этот Не те люди По-моему Уже разработчики Андромеды писали Если мне память не изменяет Вот да Похоже на то Как зовут этого сценариста Который две части Первой Дрю Карпишин Да Вот я потом уже зашел в интернет И прочитал Что это DLC Я такой Понятно Это наверное писал уже Уже когда Дрю Карпишин Не имел отношения К Mass Effect Писали какие-то новые люди Эту хуйню Вот так вот я Был подготовлен К Mass Effect 3 Но о чем я там говорил Самое начало Days Gone Вы поднимаетесь на крышу С раненой Еленой И с раненым Бухарем Подходите к вертолету Идет некоторая перепалка Какой-то ординатор На вертолете Говорит Есть два места Дик такой Сажает Елену на вертолет Подходит к своему Раненому Бухарю Говорит Лети Тот говорит такой Нет ты лети Дик возвращается К вертолету К Елене Говорит В самолете Есть еще одно место Но я останусь тут С Бухарем Потому что он раненый И без меня не выживет Вы тупорылые блять Что ли Посадите этого инвалида Нахуй на вертолет Тебе одному Будет проще Выбраться из этой зоны Чем вам двоим С раненым в ногу Бухарем Вы совсем тупорылые Ну и не говоря уже о том Что блять Если выбирать Между раненой Женщиной Своей блять Женой вообще-то И стариной Бухарем То как-то Блять Очень Странно Но это его братюня Понимаешь Типа нет Теплее влагалища Чем мочко товарищ Я другую Присказку Знаю Bros before house Но и другой момент Опять же Который вот Спустя там 10 часов игры У тебя флэшбеки Там очень много флэшбеков И в одном из флэшбеков Вы попадаете То есть там идут Какие-то сцены До этого А потом Вот эта сцена То есть Чтобы вы понимали Эта сцена целиком Вы заново смотрите Всю вот эту сцену Которая в самом начале игры Вам показывалась Как вы поднимаетесь На крышу Как идет перепалка С ординатором Как ординатор говорит Есть всего два места И вот эта драма Под грустную музыку Которую мы уже видели Они у нас Этой драмой Пытаются выжать слезу В очередной раз Как будто мы забыли То что Это как защитники Которые два раза появились Логотип в фильме Защитники Вот это примерно то же самое Просто Этот логотип Здесь он 2 минуты идет А не 5 секунд Как в фильме Защитники Ой Как же все плохо С режиссурой там А? Да Это так Но кстати При этом Мне нравится Как озвучен главный герой Вот именно Как играет Охуительно Он при этом чаще всего И в диалогах Естественно И в принципе Несет какую-то хуйню Но при этом Он очень живо звучит А там вообще Все хорошо играют На самом деле И Катсцены Даже с вот этой Фейковой Еленой Они Если бы не были Так хуево Написаны И поставлены Они бы смотрелись Прямо замечательно Потому что и актеры Актрисы Они Очень натуралистично Достоверно играют Милую парочку И даже Бухарь Который Просто Говно бесполезное Он нормальный Ну и почти все остальные Короче Отличная игра Великолепная Всем советуем Великолепная Mass Effect 2 Всем советуем Да Ну на этом Я думаю Мы можем Подводить Черту Под Сегодняшним Обсуждением Сегодняшних Тем Я полагаю Вы не знакомы Этот синдром Когда ты начинаешь Предложение И понятия не имеешь Чем ты хочешь его Закончить Ну блять Ты так начинаешь Большую часть Предложений И мне приходится Как-то их заканчивать Я прекрасно Блять Понимаю О чем ты Все пока Все пока Продолжение следует...